Музыка Так, запись пошла Сейчас прям, прям, мол, ко мне обратился Садоводство Юградской области И я ему должен что-то разъяснить А так как с утра до вечера разъясняю Я решил его сделать Такое обстоятельное Рассказка Потом, когда позвонит следующий А вы знаете сколько Пскова, там рядом с вами Этот, рядом с вами И Мурманский, и Архангельск Это все ваши Поэтому Я решил так Для вашего региона сделаю фильм Так, поехали Представьтесь, пожалуйста Станислав Меня зовут Станислав Ленинградская область Живу Город Кириш Киришский район Есть желание Питомник Сделать свой, да Вот Вы сказали 2 гектара Меня сразу Получает результаты 2 гектара Так Теперь Вы произнесли волшебное слово Я хочу завести питомник Подослушавший Железову То есть меня Так было? Да, да, да Как профессионал Который получает Именно результаты Не Булсаней занимается А получает результаты Спасибо Смотрите сюда Значит Беспроигрышное дело То, что я сейчас вам предложу Почему? Вот Обстоятельный разговор Поехали Вы сейчас не видите А я вам потом пошлю Запись И вы увидите, что я включил Природа Ленинградской области И что здесь сразу бросается в глаза? Вода 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 Озера Реки Озера Реки Туман Вот Это о чем говорит? Что у вас очень красиво Но не лучшее место для садоводства Вот Теперь Сейчас я найду подходящую картинку Какая мне нужна Вот Радуга Мне надо Сколько воды? Ага Вот нашел Смотрите Вроде бы рядом Достаточно большой Водоем Так Склон А что такое склон? Если он будет Так расположен Что солнце будет бить в него И добавлять Вот допустим 50 градусов Склон То есть Солнце А добавим 20 градусов склон И вы знаете где вы уже? Не в городской области Вы уже где-нибудь В Крыму почти Вот То есть Заметьте Я же для всех говорю Значит у кого будет Такой склон Уже получил плюс Несмотря на Ну и в городской области Казалось бы Там же кругом Эти Болото И трудно Выбрать место Теперь так Ближе к вам Значит Берем На всякий случай Я специально Пока не пытаю Детали Знаете почему? Потому что Не отпугнуть Других людей Если где-то У кого-то Метр два До воды Ну добавим Холм От железа Значит Мы выберем Вариант Посадка Слив Так Вот Поверхностная Корневая система Там Кто-то Напишет Разговаривать Вот И так Поверхностная Корневая система Берем Сливы Ворачиваем Вот Вы понимаете Я сейчас Почему Начал издалека Большинство Из тех Кто нас Слышит Ваших земляков Они руками Разводят У них все Гибнет Близкий Крустовой воду Значит Переходим С абрикосов На сливы Поверхностная Корневая система А на сливы Примаем абрикосы Вот так Это для Матышной лосады Теперь Дальше Значит Самый легкий Вариант Это я вам Как бы Наташа Читаю Заключается В следующем Если вы Весной Посадили Мои косточки Сейчас Сейчас Я вам их Покажу Вы потом Их увидите Вот 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 это вот чудо Которое сейчас На экране Так Тысячу посажено Тысячу выросло Вот Это вы потом Видите Далее Значит Представь себе Весной Вот Вот Сибирь спросил при первом разговоре далеко мегаполис сколько километров до мегаполиса вот близко стопска приезжает коза ска приезжает ака скачинска и этот самый бюсинска бакан то для вас получается рядом еще ближе питер чем ко мне приезжает у вас проблема будет как успели как эту очередь все обеспечить и второе заводцев ленинград но там огромное количество саженцев так без вас продаются поэтому надо находить свою нишу самое легкое это вырастить еще раз вот это вы посадили март-апрель вот уже я покажу на показал на экране да проходит 45 месяцев у нас колония у нас депрессионный регион у нас даже красноярске продавали бы и вот эти маджосы непривитые по 800 рублей умножим тысячу косточек который вы превратите тысячу саженцев допустим на пока округляют а может быть меньше вот получается тысячу на тысячу миллион а косточек в тысячу саженцев это 20000 то есть умножаем на 50 1 рубль дает 50 рублей прибыли этого даже не это не америка это еще круче вот сама идея такова что если вы решите проблему с выращиванием решите я высылаю эти самые ролики бесплатные если хотите всерьез я выложу свои книги диски но это если вы зародитесь так чтобы уже миллионами действительно миллионами зарабатывать еще раз весной садится осенью еще маточного сада нет но есть железо а железо это вы представляете на качество а не верю а позвоните железо а вот телефон еще а рядом с вами-то продают саженцы из финляндии три фильма я снял показал как они прививают показал как они до метра нижний метр это отрезанная искалеченные штамбы просто искалеченный метр а выше полтора метра уже сам саженцы и стоит он 8000 понимаете и даже не абрикосы абрикосы деньги не потянули они не могут их выращивать ну не тот уровень а теперь возьмем что такое абрикос с одной стороны стороны приборья хабаровский край приборах там хабаровский владивосток и тихий океан точно такие же условия у вас с вашей стороны что атлантический океан и байкбайка в байкальская то господи ваше более балтийское так все одинаково с той стороны были гигантских успехи потом про советская власть рухнула все похерили до переехала ко мне и И теперь то, что на экране, пожалуйста, эта красота неописуемая. Значит, я придумал безотказную технологию для вас. Мне нужно реализовать 100 тысяч косточек. Какая-то из них тысяча может быть ваша. У вас 2 гектара. Вы делаете, это уже я как бы вас учу. Вы делаете, распахиваете несколько соток. Высылаю косточки с рефицированными. Схожесть будет или такая, или учитывая переезд, там это какие-то перерастут. Ну, из 1800, допустим. Тысячу я взял условную цифру. 800. На 200-300 как посадили густо, так как садят помидоры. С такой густотой. И сразу на реализацию уже осенью пошли. И часть весной. Теперь смотрите, что. Допустим, я специально не стал спрашивать, где у вас вода. Метр, два, три или пять. И я вам показал склон, где можно повыше посадить маточный сад, пониже сделать питомник. Ну, специально выбрал фотографию. Далее. Допустим, там это метр. Весной саду посадили абрикосы, осенью вы их выкопали. Даже это, это не маточный сад, это только питомник. Здесь же ищите место повыше, где будет маточный сад. Там будете садить сразу. Вот подчеркнулась косточка, этой же весной, на постоянное место. Ну, тоже погуще, допустим, через метр. Чтобы потом уже было лишнее, лучше лишнее поленить, чем потом пустота оказалась. Конечно, в счете у вас будет где-то через 3-4 метра дерево абрикосовое. Но там, где повыше, я еще раз покажу этот самый. Вот, допустим. Вот специально мне как будто подсказала судьба. Вот этот склон, и рядом вода, а абрикосы будут. Вот он, склон, довольно крутой, градусов 15-20. Вот это имейте в виду. Вот, про то, что, какие доходы, я вам, конечно, сказал. Как были проданы банджурские абрикосы в Красноярске? Не Сергея, нет. С Молдавии привезли огромную партию саженцев абрикосовых. Самое интересное, они не стали называть их королевские, там уже все знают, что все это замерзли. Знаешь же? Это ж код, давай, Сибирь. Вот. Они взяли, назвали их банджурскими. У меня есть фотографии. Вот, я их фотографировал. Фотографии мои. Настоящие банджурские абрикосы. Фотография Железова, абрикос маджурский Железова. И под эту марку продавали, как маджурцы, продавали по две цены. По 300 и по 800. Наверное, Красноярск это мегаполис. Много ли они продали по 800, не знаю. Много ли по 300, не знаю. Сергей пробовал продавать по 700, но брали плохо. Вот. Обычно берут где-то 500. Вот, непривитый, легко вырастить. Так, заложить маточный сад параллельно, оставить 50-100 для маточного сада. На следующий год у меня заказать черенки, вырастить. А кто сказал, что он здесь расти не будет? Вот он, водоем. Вот он. А у меня такой же водоем, у меня же не замерзающий, не сей. В чем разница? Я не вижу разницы. Вот. И что получается? У вас вроде бы даже теплее, это вот тоже плюс. Какие минусы? Я специально говорю, потому что сказать, что я здоров, я не могу. Вот. Поэтому я пока вот силы есть, я говорю все, что взбредет в голову. Какие минусы? У вас постоянные эти самые, тут туманы, наверное, река есть. Дожди у вас частые. Так. Вот. Я когда был в Москве, до Москвы сколько? Киотра 600 у вас, да? Не помню. Вот. Но диктор телевидения сказал мне, когда я слушал телевизор, сидя в этой, в Мараховской в гостях, в Москве. В Москву четвертый год заливает дожди. Я приезжаю в Тимиряйзенскую академию. Все в парше. Вот посмотрите, меня видно на этих, кто смотрит. В общем, если на том, ну ладно. Короче, все в парше. Яблоки в парше, груши в парше. Урожай уничтожен. И я пока там был, там каждый день выпадал дождь. И на 20 минут дождь кончился. На второй день опять 30 минут шел дождь, опять. Чуть до нечистого неба. Если так случилось, тогда переходим на сливы, на вишни. Вишни у вас уничтожены людьми своими руками. Это так случилось. Вот. Значит, вам еще бы не мешало бы вишни для меня прикупить. Раз. Сливы. И как один из основополагающих культур. Потому что уж то, что. Но если в Приморье царствуют китайские сливы. Китайская-уссурийская. У меня их полно. Но если они царствуют в Приморье, то у вас на берегу моря. Я же не оговорился. Вы же на берегу моря живете. Я имею в виду край ваш. Приморский. Вот. Только называется Балтийское море. В чем разница? Почему у вас в каждом саду нет китайских слив? Они даже без прививки дают уникальные урожаи. Раз. Они достаточно крупные. Они не просто сладкие. Бывают такие сладкие, что есть невозможно. Вот даже так. И они же подвои для абрикосов. Не все, а те, которые я назначил. Именно те сорта. Красно-желтая, красно-синяя. Это же и подвои для абрикосов. Да, абрикосы 40 лет жить на сливах не будут. 10-20 лет. Если умеете прививать. Но заедите с абрикосов вот так. А уже в следующем поколении, которое абрикос на сливе, снова садим на сливу. И в следующем поколении уже будет 25 лет жить. Но это уже технология. Это другое. Теперь, значит, оба направления. Значит, маньчжурских абрикосов начинаем. Тут же пускаем в продажу. Я вас за язык не тянул. С чего вы начали разговор? Научите, как питомник сразу посадить. Вот. Значит, все 2 гектара распахивать не надо. Нельзя ни в коем случае. Несколько соток под то, что наука называет «школка». Там они будут расти густо, как овощная грядка. А остальное будет, там вы будете, подчеркиваю, специально не спрашиваю, какая земля. Ой, Господи, только мы не грины. Вот. Все остальное годится, надо чистый песок годится. И тогда получается, что основная масса, ну, скажем так, гектар и восемь десяток. Или гектар, полтора гектара. Там у вас будут холмы и гряды. А это отдельный разговор. Тут я вам просто, это самое, покупайте у меня добротный материал. Или хотя бы перехватиться вот эти вот ссылки, если вы торопитесь. Которые я просто подарю вам. Если вы солидный заказчик на косточки. Вот. И тогда получится следующее. Значит, получили посылку. А косточки и слева, у меня проснулась первая косточка слева. У меня проснулась первая косточка персика. А персики вам что, не нужны? А у меня осталось 150 косточек, а я могу удавиться, я только вам 10 предложу. Я на всю страну 150 косточек осталось. Так вот. Почему нет? Хотя бы для себя, для понту. Ах, а вот. Как ваша фамилия? Скажите, пожалуйста. Степанова. 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 Так вот. Гражданин Степанова, к вам будут ездить. Только потому, что у вас персики растут. И будут расти. И никуда не денутся. Вот. Понимаете? То есть, ну, десяток, этот. Напомните, что я обещал десяток персиков. Но я не могу, еще раз говорю. А заканчивается. Но. Второй этап. Абрикосы вырастили. На следующий год персиковые чередки у меня заказали. Слушай, параллельно с косточками вырастить. Вот персиковые, кстати, вот тогда вы. Да у Степанова-то персики растут. А потом на эти косточки вишен. Вы же черешни приведете? А у меня несколько тысяч черешневых косточек. Это что, хухры-мухры? А вы что, они не можете сразу вырастить? Это в Сибири они повсеместно замерзают. Как было полтора черешневых сада в Дальше Сибирь, у Боднера и у Железова. Там до сих пор полторы есть. А все, что в питомниках, это привозили с юга. Это все чистое вранье, обошедничество. Когда вы покупаете череши на рынке. И у вас та же самая история. Вот есть череши ленинградская, но она даже в Ленинграде запертает. А, черте города, там тепло, ладно. Ну, черте города, какие сады? И так получается следующее. Пальцы загибаем вишни обязательно. Это для матовичного сада. Для понту, для престижа. Персики, черешня, косточки. Так, волочная вишня. Ладно, я понятия не имею, что вам говорить про волочную вишню. Вы сейчас скажете, да у нас скажем в саду. Но никто так не говорит из этих самых, из ваших приморских, прибалтийских регионов. Регионов. Никто так не говорит. В Москве обследовал 230 садов, дачек. Я три дня шарился в подмосковном населении. Я нашел две волочные вишни. Есть нельзя, просто нельзя. Они из СРТВ. А я предлагаю СРТВ. Смотрите. Что сделало, у меня же свой круг и никаких секретов. В Омске живет семья Матвеевых. Мои ученики прошли в школу, участвовали в моих семинарах. Дочка стала профессиональным садоводом. Вырастила сотни садоводов. Уже получила урожай с моих косточки. Вырастила, получила урожай уже со своих садоводов. И теперь сотнями продает садоводов. А в чем сложность? Да пыльешь, уже растут. Еще палец загнул. Теперь смотрите. Дело в том, что, поверьте, идет 20 минут, и сейчас запись сама создается. И я... Осталось 42 минуты, секунды. Я сейчас отключаюсь. Поверьте, мне сейчас полежать надо. Я не здоров. И у меня температура. Но я не могу отказаться. У меня же 100 тысяч только бажурских косточек. Десятки тысяч вишен, слив, косточек. Ага. И вдруг вы. Ну что, я, надеюсь, ничем вас не разочаровал? Нет, не разочаровал. Все, запись отключается. Так что будем говорить в рабочем порядке. Хорошо? Желательно через WhatsApp. Хорошо, хорошо. Через WhatsApp. Да. Все, пока, друзья. Все. Так. Так, 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 так. Нет, больше говорить не могу. Будем отключаться.